Евро-доллар практически не изменился в цене, на прошлой неделе, завершив торги на отметке 1,1945. Главным событием недели стало заседание ФРС, которое привело к укреплению американской валюты и снижению евро-доллара к отметке 1,1860. Как и ожидалось, процентная ставка осталась неизменной. Кроме того, ФРС объявила о начале сокращения баланса. В течение первых трех месяцев баланс будет снижаться на 10 млрд долларов, а затем объемы сокращения будут увеличиваться еще на 10 млрд каждые три месяца до достижения 50 млрд. Из комментариев американского регулятора следует, что вероятность повышения процентной ставки в текущем году остается достаточно высокой и составляет чуть более 50%. Кроме того, ФРС объявила о том, что по-прежнему нацелен на три повышения ставки в следующем году. Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономический рост США будет снижен в третьем квартале из-за последствий ураганов Харви и Ирма. Однако влияние ураганов в среднесрочной перспективе будет незначительным, а рынок труда продолжит расти и в дальнейшем. Вдобавок, Йеллен заявила, что намерения ФРС, направленные на дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, сохраняются и ставки будут повышаться и далее. Итоги заседания были восприняты рынками как жесткие, что привело к покупкам американской валюты и резкому снижению евро-доллара. Однако после этого пара возобновила рост, вернулась к отметке 1,20, практически полностью отыграв потери. Часть инвесторов сомневается в намерениях ФРС даже несмотря на заявление Йеллен, полагая, что регулятор будет ожидать более существенного восстановления инфляции для следующего повышения ставок. Еще одним фактором роста пары стало укрепление европейской валюты на фоне позитивных показателей индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Состояние экономики в еврозоне по-прежнему остается стабильным, а уровень деловой активности продолжает расти. Рынки ожидают, что ЭЦБ объявят о сворачивании программы количественного смягчения уже в ближайшие месяцы. На предстоящей неделе будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне в сентябре. По прогнозам, индекс потребительских цен может укрепиться до уровня 1,6%, что придаст дополнительный импульс росту евро. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем подъем евро-доллара к уровням сопротивления 1,1960, 1,1980, 1,20, 1,2030 и 1,2050. Фонд доллара незначительно снизился на прошлой неделе, завершив торги на отметке 1,3483. Главной причиной падения пары стало укрепление американской валюты после заседания ФРС. Доллар вырос против большинства валют на фоне уверенности рынка в том, что американский регулятор продолжит ужесточение кредитно-денежной политики и повысит процентную ставку еще раз в этом году. Фонд доллара установил новый локальный максимум на отметке 1,3654, после чего снизился более чем на 150 пунктов. Дальнейшая динамика движения пары останется восходящей благодаря заседанию Банка Англии недели раньше. Британский регулятор заявил, что собирается повышать процентные ставки в ближайшие месяцы. Выступление главы Банка Англии Марка Карни на прошедшей неделе подтвердило эти намерения. Теперь рынки ожидают с вероятностью около 50%, что ставка будет повышена до конца текущего года. Представители Банка Англии обеспокоены высоким ростом инфляции, которая достигла отметки 2,9% в августе. А в следующем месяце, по прогнозам, может превысить уровень 3%. Британский регулятор готов начать сокращение монетарной политики, даже несмотря на недостаточный рост экономики. Одной из основных причин, которая будет ограничивать рост британской валюты, остается высокий уровень неопределенности, связанный с переговорами по Brexit. Главным препятствием на данный момент остается неспособность сторон договориться о сумме компенсации, которую Великобритания должна выплатить Евросоюзу. ЕС настаивает на 60 миллиардах, в то время как официальный Лондон готов заплатить не больше 20. В пятницу состоялось выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, посвященной Brexit. Рынки ожидали, что Мэй может озвучить новое предложение Евросоюзу, однако британский лидер не назвала цифр, озвучив лишь, что переговоры будут трудными и могут продолжаться до марта 2019 года. На предстоящей неделе Великобритания не состоится важных экономических публикаций. Наиболее интересным может стать третий пересмотр экономического роста за второй квартал. Впрочем, по прогнозам, рост ВВП не изменится и останется на уровне 0,3%. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост пары фунт-доллар к уровням сопротивления 1,35, 1,3525, 1,3550, 1,3580 и 1,3620. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Аркест ТВ теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова